Ребята, я в шоке! В Астане капец жарко! Мне вечно не везет. Я когда приезжаю в Астану, там пару раз приезжало, было холодно, в эти дни капец жарко! Я просто в шоке! Вроде прогноз погоды смотрела, но я не ожидала, что будет так жарко! И у меня выводы по первому дню в Астане. Жарко, капец как! Город красивый, на левом берегу воняет канализации, с водой проблемы, набор в отеле очень хреновый, с водой говорят везде проблемы. Мальчики здесь очень симпатичные, обслуживание в заведениях что-то не очень. Вот такой у меня вывод первого дня. Может я ошибаюсь, завтра посмотрим, может быть какие-то другие апдейты. А еще завтра расскажу, какой у меня краш, новый краш. Я тут влюбилась в одного человека. Я вам завтра расскажу, кто это. Короче, рассказываю, зачем я прилетела в Астану. Не как все думают потусить. Я приехала сюда на Астанинический экономический форум, потому что вообще-то у меня есть нормальная работа, помимо ТикТока. Я работаю журналистом, и мы сегодня будем освещать это мероприятие. Кстати, из Кыргызстана я единственный журналист, который приехал на это мероприятие. И сегодня приедет наш президент тоже, Сад Радиопаров. Тоже будет участвовать на этом форуме. Про сегодняшнюю погоду в Астане. Вот такая погода. Жарко, еще дует ветер, и такое ощущение, как будто под горячим феном стоишь. Классная погода. Смотрите, какая была. Канай, а парень, а салюта. Я тут пришла на форум и встретила, оказывается, свою подписчицу. Она меня узнала. Я такая, ничего себе тут на форуме. Люди, оказывается, тоже меня читают. Подписаны на меня, поэтому вот так вот. ТикТок это сила. Слушайте, ребята, уже полдесятого ночи. Посмотрите, как светло в Астане. Как будто еще день, не знаю, как будто шесть часов вечера. Все еще светло. Меня это, капец, так удивляет. Теме здесь где-то почти что полодиннадцатого ночи. Это очень прикольно. Продолжение следует...